Русские сказки «Боже мой, что здесь делает ребенок? Как он очутился в реке? Я лучше выну его, а то он утонет!» Рыбак осторожно вынул ребенка из реки и отнес к жене «Дорогая, этот ребенок плыл на листе в реке! Я спас его и принес домой!» «У нас уже есть дочь! Как же мы сможем ее вырастить?» Девочку звали Фиона Рыбак любил ее не меньше, чем собственную дочь Годы спустя Лина и Фиона превратились в двух красивых девушек Лина росла, походя все больше на свою мать А Фиона была доброй и заботливой, как и ее отец Рыбак был очень болен и вскоре умер Сердце Фионы было разбито «Ты принесла нам несчастье! Ты сама и есть несчастье!» Вскоре отвращение матери к Фионе становилось все больше и больше Она начала обращаться с Фионой, как со служанкой, и исключила ее из семьи Она заставляла ее есть на кухне в одиночестве и постоянно работать Кроме ежедневных хлопот, Фионе приходилось дважды в день ходить за водой Полутора милях от дома и приносить домой полный кувшин Однажды она подошла к фонтану и горько заплакала В этот момент к ней подошла бедная женщина и сказала «О, прекрасная девица! Позволь мне, пожалуйста, выпить из твоего кувшина, потому как я очень хочу пить» «А, конечно, можно» Фиона вытерла слезы, налила бедной женщине воды и все время держала кувшин, чтобы та могла спокойно пить Женщина, выпив воды, сказала «Ты так добра и учтива, что я не могу не сделать тебе подарок! Каждый раз, когда что-то заденет тебя заживое и вылится в виде слез, они превратятся в бриллианты и жемчуга» Бедная женщина на самом деле была феей И как только она скрестила руки, то превратилась в фею Фиона потеряла дар речи Фиона, неверяя, опустилась на колени, а фея улыбнулась и исчезла Фиона вернулась домой и увидела, что мать в ярости «Как ты смеешь так долго не возвращаться от фонтана? Разве ты не знаешь, что мы с Леной хотим пить? Сейчас же иди на кухню! Простите, мама» Как только Фиона вошла в кухню, она поставила кувшин на пол и горько заплакала И как и обещала фея, ее слезы скатываясь по щекам превратились в сверкающие бриллианты и блестящие жемчужины Мать вошла в кухню и увидела, что Фиона плачет бриллиантами и жемчужинами «Что я вижу? Жемчуг и бриллианты катятся по щекам? Как это происходит?» Фиона объяснила, что произошло, когда она была у фонтана, и ее мать была очень удивлена «Лина, ты немедленно пойдешь к фонтану! Разве ты не была бы счастлива, милая, иметь такой же подарок? Тебе нужно только пройти и набрать воды из фонтана А когда бедная женщина попросит тебя дать ей попить, дай ей очень вежливо И скоро у тебя тоже будет столько бриллиантов и жемчуга, сколько ты только захочешь» «Как скачешь, мама» «Отлично! Давай иди» Лина отправилась к фонтану, прихватив с собой лучший серебряный кувшин в доме Набирая воду из фонтана, она увидела, как из леса вышла великолепно одетая дама, которая подошла к ней и попросила воды «Прекрасное дело! Позволь мне выпить воды из своего кувшина!» «Я что, пришла, чтобы давать вам воды?» «Полагаю, этот кувшин я принесла исключительно для вашей светлости, не так ли?» «Ты совсем невежливая!» «Ну что ж, раз ты такая недружелюбная и злобная, я проклинаю тебя, чтобы каждый раз, когда ты захочешь заговорить, ты будешь квакать, как жаба» Лина, которая притянула руку, чтобы остановить ее, заквакала Осознав, что уже слишком поздно, Лина начала плакать, и пока она плакала, из нее вырывался только квакающий звук «Дочь моя, что это за звук ты издаешь?» Лина попыталась заговорить, но ей только удавалось квакать «Она проклята! Моя дочь проклята! О, Боже!» «Это ты виновата во всем этом! И ты заплатишь за это, когда придет время! Иди за хворостом!» «Моя Лина умирает с голоду!» Фионе было очень больно, и она выбежала из дома, оставляя за собой следы жемчуга и бриллиантов На следующее утро, когда Фиона была одна у амбара, она начала петь «Сегодня будет лучший день, лучший день, я желаю, уноси печали, забери мою боль, исполни мои желания» Как раз в этот момент мимо проезжал принц, и он увидел девушку издалека, едва успев разглядеть ее Принц улыбнулся, он был очарован ее красивым голосом Фиона вернулась в дом, не подозревая, что принц заметил ее Принц не мог не увидеть ее лица, он приказал стражникам подождать и подъехал к дому Фионы «Здравствуйте, Сир! Что привело вас сюда?» «Я видел у амбара девушку с таким прекрасным и ангельским голосом, что влюбился в нее» «Кто она?» «Ну, она моя дочь, я сейчас же схожу за ней» «Лина, быстро надень одежду своей сестры и выходи на улицу, потому что принц пришел» «О, у тебя такой чудесный голос, что у меня загорелось сердце, и я хотел бы взять тебя в желание» «Я был бы очень счастлив, если бы ты спела для меня еще раз, чтобы я мог поймать твой прекрасный голос в эту раковину, чтобы моя мать услышала тебя и могла одобрить этот брак» Лина, разволновавшись, попыталась петь и, в конце концов, заквакала «Что это за издевательство? Ты меня оскорбляешь! Стража, схватите эту девушку и немедленно уведите ее» «О, принц, пожалуйста, прости мою сестру, ибо она проклята, и всякий раз, когда хочет заговорить, она квакает, как лягушка» «Это я пела у сарая» Принц был заворожен при виде Фионы, и он хотел убедиться, что его не обманывают «Пожалуйста, спой для меня» «О, принц, прости сестрицу, ибо она проклята, это я пела ту песню, у нее достаточно забот, не делай хуже, умоляю тебя, о, принц, будь сильным» Принц был впечатлен ее голосом «Твой голос столь же прекрасен, как и ты, и он говорит, что у тебя такое же красивое сердце, я хотел бы сделать тебя моей принцессой» «Простите меня, принц, я должна отказаться, так как моя сестра хочет выйти замуж за принца» «Что? Не могу жениться на лжевой жабе» Фиона опустилась на колени и посмотрела в небо «О, волшебная фея, пожалуйста, помоги мне и дай свое благословление моей сестре, я готова взять на себя ее проклятие, чтобы она могла осуществить свою мечту и выйти замуж за принца» Видя, как сестра молится за нее, Лина побежала и обняла сестренку, заплакала на взрыв В этот момент перед ними появилась фея «Я вижу, ты усвоила урок, я сниму с тебя проклятие, и теперь, когда ты захочешь говорить, из тебя будет исходить прекрасный голос» Фея взмахнула волшебной палочкой и с Линой, как с ее сестрой, произошло волшебство «Большое спасибо! Я так благодарна за этот дар!» Фея улыбнулась, взмахнула волшебной палочкой и исчезла «Я хотел бы жениться на тебе, Феона, потому что я влюбился в твое доброе и всепрощающее сердце А что касается твоей сестры, то мой младший брат был бы только рад жениться на ней И он сделает ее счастливой» Феона очень обрадовалась предложению принца, и они решили пожениться Состоялась пышная свадьба, и обе сестры вышли замуж Были приглашены люди со всего королевства Однако их матери не было в списке гостей Прошел год, и королевство радовалось рождению прекрасной маленькой принцессы Феона держала на руках маленькую принцессу Когда она заплакала в первый раз, слезинка скатилась по ее щеке и превратилась в сверкающий бриллиант Добро в очередной раз победила Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok